Привет всем! Начинаю свой очередной влог с маской. Вот с такой. У меня черная глиняная маска сейчас на лице. В каких-то старых видео я показывала уже какие у меня есть глиняные маски. Но покажу еще раз. Вот такая вот черная сейчас у меня на лице. Маска антиубревая. Еще у меня есть вот такая голубая тонизирующая. И еще желтая глина очищающая. Вот такая она с абрикосовыми косточками молотыми. Тоже классная. Иногда я их делаю все вместе. И перемешиваю. Наношу на лицо. Или же на отдельные участки кожи. Например черную антиубревую я наношу на Т-зону, где у меня в основном угри. Тонизирующая я наношу на другие какие-то места. Мне очень нравятся эти маски. Покупала за копейки в Ашане. Классно написано 100% натуральный продукт для лица и тела. Такие масочки. Еще я время от времени взбрызгиваю лицо вот этой вот термальной водой. Такая вот у меня водичка. Чтобы продлить эффект маски, она быстро засыхает, глина. А чтобы продлить эффект, я взбрызгиваю время от времени вот этой водичкой, увлажняю. Так что вот так. Скоро 8 марта. Готовлюсь к празднику. Привожу себя в порядок. Вот так вот. Пойду сейчас дальше. Брови надо привести еще в порядок. Через два дня уже 8 марта. Такой вот сегодня ужин приготовила. Типа соуса. Что-то похоже на борщ. Здесь куриное мясо, картошка, капуста, лук и томат. Потушила все вместе. Такой вот ужин получился. Скоро у нас приближается Пасха. Я уже начинаю к ней готовиться потихоньку. Начала сегодня собирать лукковую вот эту шелуху. Чтобы красить яйца. Я всегда крашу только луком яйца. Не признаю никакие красители. Хоть и говорят, что они безвредные. Все равно мне и сам процесс этот не нравится, когда все руки в этой краске разноцветной. И вообще потом яйца тоже внутри окрашиваются. Вот это мне кажется и просто, и полезно, и никакого вреда уж точно не будет от этого. Поэтому я уже начала собирать потихонечку вот эту луковую шелуху. И за месяц думаю соберу нужное количество. Напишите в комментариях, чем вы красите обычно яйца на Пасху. Также я крашу так и еще мы с детьми клеим наклейки. Либо термо, либо просто-таки наклеечки красивые какие-то. Так что так. А вы пишите комментарии, как красите вы. Мне будет очень интересно почитать. Вот Кирюша хочет показать игрушки, да? Новые. Это чей котик? Костин. Костин. А кто это такой вообще? Кот в сапогах. Кот в сапогах. А у тебя кто? Лев. Лев. А ну покажи его. Вот такой лев. Его Алекс зовут, да? Да. Да. Красивый, да, лев? Нравятся тебе такие игрушки? Да. Да. Ну хорошо, играй. Продолжая свой влог, хочу показать вам, как я делаю котлеты домашние. Вот, хочу перед длинными выходными сделать котлеты, приготовить побольше еды, чтобы на выходных ничего не делать. Не люблю я это дело. Хочу отдыхать. Все-таки у меня праздник 8 марта. Вот. Делаю я котлеты из фарша свинины и говядины. Здесь вот у меня внизу говяжий фарш, тут свиной. Потерла немножко чеснока, лука. Я все тру на терке. Вот. Также добавила немного размоченного хлебушка. Вот. Иногда добавляю еще картофелину, тоже сырую на терке тру. Но сегодня не добавила. Вот. И также еще добавила приправу, вот такую для фарша. У меня специи Абхазии. Вот такая вот приправа. Сюда входит черный перец, риган, петрушка, кинза, сунели и чаман. Вот. Вкусно пахнет. Сейчас я перемешаю, посолю еще до однородной массы. Смешаю, буду формировать котлеты. Я их ни в чем не обваливаю, ни в сухарях, ни в муке. просто чисто так, без панировки, без какой-либо. И заморожу. А завтра уже, завтра 8 марта, завтра будем их жарить или на пару готовить. Посмотрим, как это будет. Сейчас я сформирую котлетки и покажу вам их. Вот я сделала котлетки. У меня получилось по 3 штучки. Каждому по котлете. Я решила еще сделать фрикадельки. Немножко. Мне дети любят суп. С фрикаделиками я в этот же фарш просто добавила рис. Промытый, сырой. И сделала немного вот так вот на один раз буквально фрикаделик. Такие вот у меня заготовки получились на выходные. Ну, тут буквально на 2 дня хватит. Но все равно хоть что-то уже у меня готово. И не надо будет уже пачкать руки, смешивать этот фарш. Теперь я все это накрою пакетом и уберу в морозилку. И заодно покажу, что у меня в морозилке. Сейчас это вот то, что я сейчас приготовила. Ящик у меня один уже полностью освободился. Поэтому я сюда сложила свои заготовки. Следующий ящик это у меня уже опустили запасы овощные. Здесь у меня свекла. Вот еще раз, два, три. Четыре с половиной вот таких вот пакетика. Здесь четыре пакетика петрушки. Петрушки еще много. И здесь чуть-чуть еще осталось. И это все тыква у меня. Три с половиной вот пакета. Вот таких вот. Уже все подъели. К весне. Здесь у меня мясной ящик. Здесь у меня лежит целая утка домашняя. Здесь всякие потрошки там на бульон. Утиные, гусиные. И здесь утиные еще у меня желудки лежат. Вот целый пакет. И последний. Это фруктовый у меня ящик. Тоже уже опустел. Осталось немного яблок замороженных. Вот таких вот кубиками, дольками. Вот здесь немного осталось черной смородины буквально там на донышке. И вот два с половиной пакета вишня у меня осталось. С косточками я варю иногда из нее компот. Вот. Вот такие вот у меня запасы. Уже, конечно, все опустело к весне. Ну, будем освобождать к лету вообще морозилку, чтобы летом опять начинать заготовки. Сегодня у нас такая по-настоящему весенняя погода. Идет дождь. Где-то около нуля. Может, плюс 3, плюс 4 градуса. Где-то так. Вот здесь вот на градуснике показывает ноль. Вот. Примерно. Так что вот так. Ну, так как здесь затишек такой за углом. И от стекла тоже тепло идет. Поэтому мы прибавляем еще пару градусов. Поэтому где-то плюс 2, плюс 3, наверное. Снег уже подтаял практически. Так что весна потихоньку к нам приближается. Вот. Хоть бы на выходных была хорошая погода. Хоть выйти куда-нибудь погулять. Потому что длинные выходные. Дома сидеть тоже не хочется. 4 дня. Вот. Мы и так 23-го были выходные. Мы сидели дома, болели. Тоже 4 дня, считай. 3 дня мы просидели дома. И сейчас не хочется еще 8 марта. Чтобы было такое же. Вот мои росточки. Растут. Лук уже подрос. Так что вот так вот. Ну, если будет что-то интересное, я еще для вас сниму. Сейчас йогурт. Вернее, кефир. Вот. на такой вот закваске от Багздрав. Вот. В мультиварке. Я подогрела немного молока. 1 литр молока. Немножко надо подогреть. И добавить туда вот эту закваску. Потом разлила вот по таким баночкам. Налила немного воды. Буквально там на 2 сантиметра. Поставила баночки. Теперь закрываю крышку и ставлю на программу йогурт на 6 часов. А потом посмотрю. Если будет мало, то еще часик-два добавлю. Вот. Включаем и ждем теперь 6 часов. Делали уже мы и бифидум и йогурт. Очень нам понравилось. Натуральный продукт. Так что мне кажется это очень полезно и нам очень нравится так что вот так вот. Ребята мне делают подарок на 8 марта. Да, Костя? Да. Сделали из гипса вот такие барельефы тюльпаны. И вот они теперь раскрашивают для меня подарочек. Да, Кирюшечка? Только не мати. Не смотреть? хорошо. Я закрою глаза. Это сюрприз. Да. Я, наверное, буду заканчивать свой влог. Поздравляю всех женщин с 8 марта. желаю вам счастья, много-много любви, здоровья, удачи во всех ваших делах. И чтобы вас радовали ваши близкие, как сейчас радуют меня мои сыночки, чтобы вас тоже так радовали. Всех с праздником! Всем пока-пока! Субтитры Субтитры